Доброе утро! Начинаю мой итальянский влог, точнее наш. Покажу вам, что мы видели, где мы были с семьей. Это наш отпуск в Италии. Я давно хотела посетить Тоскану. Мы сейчас заселились в наш отель и открывается вот такой потрясающий вид прямо с балкона. Первый день мы проводим у бассейна, просто отдыхаем, расслабляемся, загораем. Мальчишкам все еще интересно, пока им не надоело. Вечером мы поедем посетить город Лука. Он находится ближе всего к нашему отелю. Через 4 дня мы переезжаем в новый локад. И за это время мы еще планируем посетить Флоренцию и, возможно, еще какие-то другие города. Посмотрим. Это название первого отеля, в котором мы остановились. Давайте покажу вам, что внутри. Ресепшн. Вот эти часы просто свели меня с ума. Произведение искусства. Очень красиво. И я обо всем так говорю здесь. Но это действительно так. Это первая зона отдыха. То есть сюда можно приезжать не обязательно в самую жару. Даже если вам очень жарко, заходите сюда, читайте книгу, играйте с ребенком. Мы остановились рядом с городом Лука. И вот здесь можно почитать, если вы знаете итальянский. Но только гляньте. Все пропитано душой. Это вторая комната. То есть это такие как бы холлы. Но несмотря на то, что отель заполнен полностью, никто никому не мешает. И я не видела, чтобы здесь было сборище людей и кому-то не хватило места. Так же здесь стоят такие пластиковые диваны. Я когда первый раз села, я немножко обалдела. Птицы здесь так поют и днем, и ночью, утром, в любое время суток. Много места в тени. Здесь можно присесть, поужинать или опять же отдохнуть. Мне нравится так же то, что у каждого номера апартамента, ну практически, наверное, да, есть выход просто вот во дворик. Можно прилечь или есть столики, попить вино вечером. И вот эти крыши, кстати, очень хорошо защищают от солнца. Когда сидишь, там вообще не жарко. Сами что-то выдумываю. С одним ребенком, конечно, было бы посложнее, честно говоря. Скучно было бы. Вода прохладная, но у нас тут ситуация. Нужно спасать этого песика и щенячьего патруля. Мама, как маму будут звать? Зума. Что Зума? Я не хочу быть этим. Скай. Мама будет Скай, главающим Скай. Зума, то есть девчина. Мама будет песиком осей. Хорошо? Ой, придется зайти. Спасательная акция увенчалась успехом. Браво для мамы. Они купаются, им нормально. Здесь на территории есть ресторан. И сегодня мы обедаем на месте. Вот уже Томик подъедает макароны и лазанья. А у меня сегодня все очень просто. Салат, капрезы, очень жарко и особо есть даже не хочется. Есть много оливковых деревьев. И нам рассказывал менеджер, что монахини приходят их собирать. И также у них есть небольшие виноградные поля. И они также производят оливки, собственно, и еще собственное вино. Мы приехали в городок Лубка. Целый день провели на пляже. И сейчас пойдем в центр, посмотрим, что и как. Здесь, конечно, жизнь бьет ключом. Не то, что в той... Ну, это не совсем деревня, но в таком маленьком, спокойном городке, в котором мы остановились. Мама! Мама, мама, мама! Мама, эспрессо. Для меня и для мужа. Только здесь могу пить кофе без молока. В таком маленьком количестве. Вот помните, я вам говорила, что я хочу отпуск не all-inclusive, а так, чтобы моя душа отдохнула. Я думаю, что я сделала правильное. Знаете, о чем я еще мечтаю? Чтобы в нашем доме тоже были ставни. Вот они мне так нравятся. Зачем они нам, непонятно, но я кайфую от них. Зашли в сырную лавку. У нас Игнат большой любитель пармезана. Говорим, Игнат, посмотри, какой большой пармезан. Где, где, опять раз где. Вот этот большой. Здесь невозможно не поправиться. У них, если не пицца, то какие-то вкусные бутерброды. Причем, знаете, такие небанальные. Прошутто и, например, сладкий сырок. Со шпинатом. С картофелем, с грибами. Вау! Да, припарковаться здесь на большой машине проблематично. Вот прикол, это все мандарины. Их здесь прям так много. Привет-привет! На деревьях очень много мандарин. Знаете, что прикольно? Что они то ли не падают, то ли их сразу собирают. Я не то, чтобы хотела насобирать бесплатных мандарин, но просто интересные факты. А теперь реальность. Не все так красиво, как выглядит снаружи, но зато типичное итальянское явление. Стирка. Едем в Чинкуэтере. И так как на машине туда невозможно добраться, дома сейчас покупают билеты на поезд. И мальчишки никогда не ездили на поезд. Для них это будет первый раз. У меня полный рот жвачки. Куба-куба. Синего цвета. Мальчишки меня угостили и попросили надувать звери. Поезд не совсем обычный, двухэтажный, скоростной и говорят, что комфортный. Мы уже в поезде. Билет для всей семьи по всем городам стоил 42 евро. Дальше на буря. Поезда ходят регулярно. Мы будем ехать вдоль побережья. И, кстати, последний поезд уезжает в полдвенадцатого ночи. Так что нормально, вернемся и доедем домой. Первый городок называется Монтеросо. И пляжи, рестораны, по большей части фастфуды. Сказать, что у меня это вызвало восторг, пока что не могу. Но вроде как остальные не то чтобы поинтереснее, но я, наверное, просто ожидала большего. Не стоит очаровываться, чтобы не разочаровываться. А это то, что я хотела увидеть. Теперь на минутку представьте, что раньше не было туннелей, не было толковых дорог. И как вот здесь жить? И как, допустим, выращивать что-то? Или держать домашних животных? Пляжи? Ну, пляжи... Пляжи как пляжи. Обычные городские пляжи. Знаете, не поймите меня неправильно. В этом наверняка есть свой кайф, но так как мы много раз были в Корватии, недавно я была в Испании, да, на Майорке. И здесь довольно недешево. Что? Ну, Игната уже мокрый шор. Сиху сделаешь? Просто мы очень много раз были в Корватии, недавно я была на Майорке. Не, спасибо тебе, так зала. Мы тоже смотрели, как мы были на городские пляжи. Я очень много раз отдыхала на Черном Горе. И здесь довольно недешево отдыхать. Ну, то убирайте кумпиловки. Хочешь кумпиловки? Следующая локация. Вам не кажется, что все похоже друг на друга? Немного есть. Вот это очень интересно. Живешь где-то на горе. Спускаешься вниз на целый день. Между домами располагаются кафе. И вы представляете, сколько здесь людей вечером? Если уже сейчас ходят толпы. Смотрите, весь город находится на скале. А здесь вот проход к морю. Обалдеть! Как они все это строили? Ух, захватывает дух. Я аж стихами заговорила. В рифму. Вот здесь мне хотелось бы остаться чуть дольше для того, чтобы побродить по всем улочкам. Но малышам сложновато. Ой, гляньте, какая смотровая площадка там. Ну, детишки не зайдут. Турист набирает себе воду. В таком месте. Очень хотелось бы, чтобы у них это отложилось в памяти, как они ездили с родителями. Так выглядят улицы. Или вот так. Как вам? Офигеть! Ой, здесь уже так прохладно. Вход в дом чей-то. Вот это да! Такой туннель. Идешь, идешь. Конца и края не видать. И снова улица. И последнее место на сегодня. Я уже не знаю, где мы находимся. Вау! Смотрите, птица туда прилетела и сидит себе. Позирует тоже. Пожж-жжжжж. Мальчишки устали очень. Поэтому мы, к сожалению, не сможем посетить все пять городов. Но я думаю, что этого достаточно для того, чтобы сложилось какое-то впечатление. И этих впечатлений просто море. Как сказал Томек, о май гад, Игнат, ой, езус. Это и правда очень красиво. Томек, я тебя умоляю, будь осторожен. Как мощность и тьма, але пьянки. Ради таких моментов стоит жить. Я себя немного снимаю. Я надеюсь, что вы мне это простите. Я вообще не планировала снимать влог в этом отпуске. Но я такой человек, который привык, любит делиться. И когда я что-то вижу, я думаю, вот, вы же так любите мои влоги. Вы так смотрите их, вы ждете их. И постоянно вот такое чувство, что хочется поделиться тем, что я вижу. Поэтому достаю камеру, как только мы выехали, практически сразу взяла камеру в руки. И я думаю, нет. Хочется и для себя оставить это в памяти и тоже частичку передать вам. Потому что это такая гармония. И может, это будет громко сказано, но это для меня счастье. Когда ты с семьей, когда все здоровы, что самое главное. И просто такое душевное спокойствие. Я надеюсь, что вы это почувствуете через камеру. Место, где только мы, туристы. Остальные все местные или приезжие. Это просто ржачка. Мы зашли в бар. Спросили, можно воспользоваться туалетом? Да, конечно. И здесь вот такая лестница. Мы еле спустились. Я не могу. Чтобы вы понимали, какая величина этих ступенек. Я уже представляю мужика здесь. Ку-ку. Это еще не все. Для того, чтобы лилась вода, нужно нажать педаль. Клазар. Посмотрите, местные пиццерии делают пиццу на углях. И какое-то такое... Я даже не знаю, что это. Огромный хлеб такой плоский. Но это не покача. Без понятия, что это. Такого я еще не видела. Что это такое, девчонки? Кто знает. Я стояла, снимала. Нас теперь угостили. Сейчас узнаем, что это. Это похоже на деруне. О, какая огромная мандарина. Положи на место и наш. Приехали в магазин докупить кое-что из продуктов. И то, что мне надо. Я оказалась в овощном раю. Спаржа... Ну, это все понятное и известное. Это сельдерей. А, вот артишоки. И артишоки мне хотелось бы очень приготовить. Фасоль. Разнообразный горох. Это кабачки такие. И все такое свежее. Это фенкель. Много-много видов салата. Баклажанов. Несколько разновидностей. А вот это тоже кабачки. Только очень маленькие. Только посмотрите, сколько готовых миксов салат. И это только половина того, что есть в магазине. А рыбы-то сколько? Какая хотите? Морепродукты. Жалко, что у меня здесь нет плиты. Для гриля. Вы готовы все. Кроветки померутся. Я же вам говорю, что в душе я итальянка. А, по большому. Ну все. Я теперь точно в шоке. Заверните все. Проводим наше последнее утро рядом с городом Лука. Сегодня мы переезжаем в Кианти, в новый отель. Обязательно съездим во Флоренцию. О, я забыла вам сказать, что я таки сделала ламинирование ресниц. Но я не вижу какого-то результата. Гораздо лучше подкручены реснички при помощи щипцов. И, ну да, они немножко окрашены. Но я очень быстро выгораю на солнце. Поэтому моих ресниц практически нет. Но я не хочу здесь особо краситься. Я взяла с собой только легкий сисикрем и средства для бровей. Отпуск к отпускам. А помыть машину это святое. В это время дети тоже заняты. Все закрыто. Гламурно жить не запретишь. У нас с собой и сыры, и оливки, маслины, песто, помидоры, багет. Что это? Игнашка топчет сыр. Так и обедаем. Томак говорит, хочешь опироль? Ну а что, еще холодный. Полный расслабон. Еще раз, как эта дорога называется, Томак? SR-222. SR-222. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова Ну да, оно того однозначно стоило. Заехали в новый отель. По-моему, в прошлом я забыла снять апартамент. Это первый этаж. У нас номер с двумя комнатами и двумя ваннами. Как оказалось, я просто попросила, чтобы была отдельная комната именно для детей. Здесь есть небольшая кухня и мини-бар. Мини-бар не включен, мы выкупили завтраки. Пойдем посмотрим, что внизу. Здесь спальня для взрослых. Одна. Душевая. Очень симпатично. Так. И вторая комната. Мы еще пока что не решили, где мы будем спать. Скорее всего, здесь прохладно, не жарко, хотя на улице просто пекло. Вот. Чуть другой стиль. И это уже как бы уровнем лучше гостиница. Туалетный столик. Вид. Пока что еще ничего не рассмотрела. И, кстати, здесь сразу же есть полотенца для пляжа, для бассейна. Здесь два бассейна и еще одна ванная комната. Я там. Туалет и душевая кабина. Размещаемся. Доброе утро. Идем дружно на завтрак. Томик побегал. Что тут еще сказать? Это просто мечта. Так давно хотела побывать здесь. С вами и расскажешь. Да. Да. Томик, хорошо, что я тебя подговорила. Да. Очень мне нравится. Нашли столик для нас. Здесь так много цветов. Я сегодня съем такие хлопья с черносливом, с фруктами, льняными семечками и амарандусом. Одно из самых красивых мест, в котором мне приходилось завтракать. Весь сад сейчас утопает в розах. И всегда на столах тоже свежие цветы, живые. Мальчишки здесь бегают, играются. Сейчас едят. Если будете в Италии и где-то увидите этот йогурт, обязательно попробуйте. Он не из обычного молока, а из вот этого буфала. Он такой нежный, вообще без кислинки, как крем. Томик придумал приехать на местный рынок в Сиене. Нас интересуют продукты питания, но вещи здесь тоже есть. Здесь продают прошутто. Вот сразу нарезают. Можно даже все попробовать. Столько всего, что глаза разбегаются. Смотрите, какие огромные ветчины. Что самое интересное, я не особо их поклонница. У них настолько разнообразная кухня. Сыров здесь миллион. Одно сплошное вдохновение. Итальянским шиком не особо пахнет. Как в Абухове, откуда я родом. Я на полном серьезе. Много гуляем в бассейне, но я уже практически не снимаю. Вот это одна из достопримечательностей, возле которой хочется остановиться и полдня на нее смотреть. Вот представьте, сколько людей трудилось над созданием чего-то такого. Кто знает, какой это стиль. У нас нет соединения с интернетом. Не могу прочитать, но очень сильно отличается от остальных. Купол такой. Масштаб, конечно, огромный. Вот каждый раз, думая, что красивее, я ничего не видела, а потом попадаешь в новое место и стоишь буквально с открытым ртом. Я даже не ожидала, что все это камень разноцветный. Только посмотрите, это гравировка на камне. Как будто, я не знаю, распечатана на 3D принтере. Ну как? Как это можно было сделать, я вообще не представляю. Еще и столько лет тому назад. Это, конечно, прикол. Я заказала томатный суп. И оказалось, что так выглядит традиционный помидорный суп в Сиене. Мы приехали в Аплоренцию. 7 часов вечера. Вообще, каждый наш день проходит таким образом, что первую часть дня мы всегда проводим именно в отеле, на зеленой территории или у бассейна, а вечером выдвигаемся в город. Так вот, это первый раз, когда настолько жарко, что я стою с голым животом и понимаю, что я в лап. Людей довольно много. Нужно следить за детьми и за вещами. Поэтому я говорю, что я предпочитаю отдых на природе. Вот эта городская суета очень сильно выматывает. Не влюбиться невозможно. Меня увидели миллион раз, поэтому я в основном за кадром. Я готова здесь остаться до конца лета. Коротко об отпуске Томека. И о роли папы. И о том, как жрать и не полнять. У него тут тренировки нон-стоп. А мы уже ночью покидаем Флоренцию. Наш отель находится недалеко от города Сена. Меня сюда никто не приглашал. Я не в престуре, я просто так от себя делюсь. Мы все выбирали по отзывам. Если вам интересно, я оставлю вам название вот этого отеля и предыдущего в инфобоксе. И здесь есть винная погреба, которым практически тысяча лет. То есть они тоже занимаются производством вина. Вот здесь однокомнатные номера, но нам нужен был двойной, чтобы мы не мешали малышам. После того, как они ложатся спать, мы все-таки сидим дольше. Здесь зона отдыха. Сидят люди в тени, поэтому не стану снимать. Внутри тоже элегантно играет. Такая спокойная музыка. Ну, сейчас покажу вам бассейн. Бассейна здесь два, мы сейчас в другом, потому что люди без детей. И я еще не видела, чтобы было больше четырех человек у одного бассейна. Здесь вот тоже можно посидеть, насладиться прекрасным видом. На виноградники, на розмарин, на кипарисы, на все то, что здесь растет. Вот здесь я уже несколько раз снимала, но мне очень нравится это место. Летняя терраса ресторана. Они сейчас готовятся к свадьбе, мы завтра уезжаем. И здесь будет торжество. Завтраки проходят в ресторане. Вчера мы здесь ужинали. Шеф-повар оказался из Польши. Очень вкусно, понравилось. Домок вчера был на дегустации вина. Я уже пропустила, хватит с меня. И здесь также можно все попробовать, купить на подарок. Вот и костюм. Мы с вами направляемся туда. Я уже здесь несколько раз была. Если бы я сейчас планировала свою свадьбу, то я хотела бы ее сделать именно в таком или в похожем месте. Маленький, очень ухоженный, уютный. И вечером здесь вообще как в сказке. Еще с этой стороны. Я не верю, что я здесь. Буду пересматривать это видео и думать, неужели это было со мной. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok